Есть такое понятие, непонятное, а есть такой факт. Люди в театре меняются, правильно? Люди приходят в ногу, с ними надо договориться, чтобы это стал твой человек, правильно? И что для этого нужно? Педагогический дал необходим для того, чтобы уметь объяснить актеру, что ты от него хочешь, какова твоя задача, а потом уже придумать, какими способами эту задачу заплатить на цель. Есть такое понятие, актер этого режиссера, правильно? И мы понимаем, что не просто он пришел, потому что он уже где-то родился, прожил жизнь и понял, что он актер этого режиссера, и он готовый пришел. Нет, он же каким-то образом создается режиссером. Ну, в общем, создать какое-то пространство, в котором он почувствует себя художником. Да. Потому что притягивает, заставляет, как правило, не возникает сопротивление. Если особенно личность, а по тем, как он делает, мы же понимаем, что это такая профессия. Режиссер, актер, педагог, это все очень штучный товар. Пускается много папы, которые беременов, они все остались, мы понимаем ничего. Это очень штучный товар. Найди что-то связующее, найди что-то, что его интересует так же, как и тебя. А от этого можно дальше идти, и постепенно, познавая его как личность, раскрывать и свои собственные задачи. И в результате того возникает единение. Вот в этом, вот в этом содружестве возникает тогда какое-то художественное произведение в исполнении актеров. И вот, возвращаясь к ситуации, которая возникла вот на этом курсе, на одном курсе, я вот сразу как-то поняла, что как-то именно в тот год очень легко поменялось пространство театральное. И возникло много предложений, и возникли другие очень интересные соединения, когда артисты начали объединяться и создавать свои проекты. И с режиссера. То есть собирается какая-то энергия. Художник, актер, плащакку дают. Почему бы не сделать? Заявляют, убеждают, получают грант. Живут. Артисты начали сочинять. И на одной встрече с одружкой Шапировой я услышала потрясающую сладу. Воспитывать надо не артистов и режиссеров, а в других театров. То есть людей сочиняющих. Вот любую музыку, не наизвестная филская двовременность, любую музыку, танец твоего персонажа. То есть начало движения к персонажу через его татар. Тело выразится. А поскольку они уже так пропрыгали и поняли, что-то дело информативнее, что они сочиняют этим лучше. И они приносили музыку и показывали танец персонажа. И то есть возникло село, и оно работает. Это такая интересная периферия, которая создала вот эти вот... Ну, а там невозможно. Кто и не скажет мне? Вот они сочинили себе уже роль. И они поняли, не страшно. Ну, то есть надо готовиться к тому, когда я выплескиваю. Это я сейчас рассказываю не к тому, как включать студентов, а к тому, что это все на территории, я жду. Возвращаясь к тому, что режиссер-педагог. И тогда вам не то, чтобы легче, тяжело было сочинять спектакль. Нет, оно обогатится, это все сочинительство спектакля. Мое личное режиссерство. Спасибо.